Кристиан Лараби Предисловие Подростковый возраст – это не просто один из периодов человеческой жизни. Это конец и начало. Это сбрасывание одной оболочки образования другой. Это переход между разными фазами нашего существования. Заканчивается детство, начинается взрослая жизнь. Мы часто упоминаем в связи с этим возрастом термин «подростковый кризис», и многие родители боятся его, когда видят, как ребенок растет. Тем не менее, термин «кризис» вполне применим в нашей ситуации. Любой переход из одного состояния в другое часто сопровождается сложностями и подвергает испытаниям всякого, кто его совершает. Сегодня в западных странах уже никто не совершает обряды инициации, когда-то сопровождавшие в первобытных обществах смену статуса, а, возможно, зря. Нынче главное испытание ждет не подростков, а их родителей. Следует также заметить, что этот переход от детства к взрослости у разных людей может происходить в разном возрасте, в индивидуальном темпе и по собственному расписанию. Единых правил для взросления нет. Сегодня специалисты даже выделяют отдельный предподростковый период, что позволяет думать, что подготовка к переходу начинается заранее. Как бы то ни было, практически у всех этот период рано или поздно заканчивается, хотя мы и называем порой некоторых людей вечными подростками. Нет смысла, конечно, напоминать, что идеала не существует, поскольку жизненные испытания выпадают на долю всех людей, и чтобы жить нормальной жизнью, их следует преодолеть. Аудиокнига, которую вы слушаете, будет полезна всем, независимо от возраста и положения. Для подростка в самом разгаре подростковых метаний, для вечного подростка, раскаившегося подростка и в особенности престарелого подростка, столкнувшегося с самым страшным испытанием, научиться строить отношения с другим подростком, который не знает, что вы уже когда-то были на его месте. На самом деле я почти не знакома с родителями, которым бы удалось сохранить полное спокойствие во время подросткового кризиса их чада, и знаю многих учителей, которые страдают от его последствий. Подростковый возраст – очень творческий период жизни, но многие остаются разочарованы им. Кажется, что дети используют всю свою творческую активность в основном для создания и поддержания конфликтов со своим окружением. Как правило, родителями, братьями и сестрами, учителями и тому подобное. А что касается самого подростка, вспомните себя в этом возрасте, чтобы понять, что многие вещи в жизни не так уж легко нам даются. Кристиан Ларраби отлично знает, о чем пишет. Она мама трех мальчиков и бабушка. Работает детским, подростковым и взрослым психотерапевтом. Ведет групповые занятия родителей и подростки для отчаявшихся родителей и групповые занятия для самих подростков. Она использует НЛП и другие методы психотерапии, которым она училась, чтобы дать людям пищу для размышлений и способ прожить более спокойно этот трудный для всех период. В своей книге она прежде всего стремится научить родителей и детей воспользоваться этим периодом для того, чтобы вырасти, помочь ребенку вырасти и научиться жить самостоятельной, счастливой и осмысленной жизнью. Жезуан де Сен-Поль, директор Французского института нейролингвистического программирования. Здесь продаются только семена. Однажды отец и мать заехали в провинциальный городок и обнаружили там цветочный магазин совершенно потрясающей витриной, в которой были выставлены самые невероятные и прекрасные растения, подобных которым они никогда не видели. Самые восхитительные виды растений, когда-либо произраставшие на земле, поражали взгляд чудесными цветами, одни замечательнее других. И возле каждого горшка лежала этикетка с названием «Счастье, уверенность в себе, успех, умиротворение, достоинство». Это было и поразительно, и притягательно. Пара решила заглянуть в магазин, чтобы узнать больше о растениях и приобрести одно или два, ведь они могли принести в дом счастье, уверенность в своих силах и успех. Им это было особенно необходимо именно сейчас. Их ребенок стал подростком, и жить с ним стало гораздо труднее. В глубине магазина обнаружился старичок, который сортировал семена. Они обратились к нему и спросили, сколько стоят прекрасные растения. Но старичок, даже не поднимая головы и продолжая внимательно раскладывать семена, ответил им «А вы не прочли надпись в самом низу витрины? Здесь продаются только семена». Подростковый возраст – это возраст уязвимости и одновременно серьезных перемен. Потеря детских ориентиров, ожидания родителей и требования школы накладываются на необходимость отделения от семьи, и это вынуждает подростков демонстрировать безразличие или, наоборот, превосходство. Современные подростки часто живут в семьях, в которых царят непростые отношения. Наше общество переживает серьезные изменения, и сегодня подростки являются уже детьми поколений Z и Y, поколений интернета. Они знают реальную цену многим вещам, чувствуют себя гражданами мира, способны быстро принимать решения и действовать. Они хотят быть непохожими на других в этом мире новой тотальной прозрачности. Они задают много вопросов и умеют самоорганизовываться. Они уже родились с интернетом. Потребность в самоуважении характерна для этих поколений, и она не утрачивает актуальности. Многие родители пасуют или, наоборот, занимают чрезмерно жесткую позицию, сталкиваясь со своими детьми, вошедшими в подростковый возраст. Эти дети нетерпеливы, требовательны, не принимают на веру уже установленные правила, действующие по умолчанию, но порой замыкаются в себе и впадают в депрессию, повторяя как заведенные. «У меня ничего не получится. Я ни на что не годен. Я никчемная бездарь. Они все лучше меня. И это на самом деле не что иное, как та же нехватка самоуважения и веры в свои силы». Когда-то наши родители вели себя с нами так же, как их родители вели себя с ними, а эти последние воспроизводили методы воспитания предыдущих поколений. Особых вопросов никто не задавал, и все воспитание в основном заключалось в двух главных тезисах. «Это можно» и «Это нельзя». Сегодня ребенок часто является главным в семье. Он – король, но и одновременно воплощение огромных ожиданий. И именно поэтому так важно, чтобы он чувствовал уверенность в своих силах, а это результат высокого уровня самоуважения. Именно самоуважение лежит в основе всех семейных и социальных перемен. Я столкнулась с проблемами подросткового возраста, воспитывая моих детей, и порой я чувствовала себя беспомощной, выбитой из колеи. Мой профессиональный психотерапевтический опыт работы с подростками показывал, как они страдают, когда чувствуют себя непонятыми окружающими их взрослыми, как в семье, так и в школе. Цель этой книги – дать родителям и другим взрослым людям, имеющим дело с подростками, необходимую информацию и простые инструменты, которые помогут решать каждодневные проблемы. Мы разберем на конкретных примерах, как выработать и развить правильную самооценку и уверенность в себе у подростка, который ощущает себя никому не нужным, ни на что не годным, порой полностью растерянным. Установить и упрочить взаимодействие, поддерживать диалог с подростками, чтобы иметь возможность дать им ориентиры в жизни и сделать более самостоятельными. Завязать общение и создать атмосферу доверия, повысить самоуважение подростка. Помочь понять, что для них важно, помочь найти цели в жизни. В этой книге речь пойдет в основном о конкретных практических рекомендациях, как правильно поступать в разных ситуациях, а не о том, почему подростковый возраст столь сложен. Теорию же можно найти в недавно опубликованных многочисленных и весьма интересных работах, и в книге вы найдете на них ссылки. В моей работе я использую в основном метод NLP. Я преподаю его во Французском институте нейролингвистического программирования. Долгие годы я вела семинары по самоуважению и уверенности в себе для подростков. Продолжаю вести такие же семинары для родителей непосредственно на предприятиях, где они работают, чтобы помочь им лучше справляться со своей родительской жизнью и спокойно работать при этом. НЛП представляет собой метод саморазвития, позволяющий человеку осознать причины своего поведения и избежать неадекватных поступков, научиться новым эффективным приемам, способствующим нашему развитию, помочь близким сделать то же самое. Я написала эту книгу по следам моих занятий с подростками. Больше всего им нравится, когда я провожу упражнения «сонный ву», используя яркие метафоры, привожу примеры из личной и профессиональной жизни, иллюстрирующие теорию и делающие ее более жизненной. Я узнала много нового, общаясь с ними. Мне нравится их интерес к гуманитарным и социальным наукам, их желание узнавать новое и способность все ставить под сомнение. Для меня стало открытием, что на самом деле они — глубокие личности, обладающие разнообразными интересами. Наблюдение за подростками, общение с ними побуждают нас к смирению. Во время работы психотерапевтом моих занятий с родителями я часто замечала, что они на самом деле хотят получить надежные способы общения и диалога, установить личные границы. В каждом родителе на самом деле живет подросток. Я предлагаю им вспомнить собственную историю, оживить внутреннего подростка, чтобы научиться сегодня говорить с собственным ребенком. Конечно, речь не идет о том, чтобы заставить родителей испытывать чувство вины. Они хотят детям только хорошего и делают все, что в их силах, в этом я уверена. Франсуаз Дальто говорила о родителях. «Это не их вина, это их беда». И на самом деле мы делаем для детей все, что в наших силах, в зависимости от нашего положения в обществе и нашего образования. В профессии родителя никто не учит нас ни в школе, ни в университете, однако с нас спрашивают за ошибки и порой мы страдаем. Когда же людей начнут учить основам общения, и они смогут получить хотя бы элементарные психологические знания в области взросления ребенка? Исследование, проведенное в США по результатам многолетних наблюдений в Калифорнии, показало, что самоуважение позволяет справиться с такой проблемой, как отказ подростка от учебы в школе, избежать трудностей профессионального обучения, спасти человека от связи с преступным миром, алкоголизма, безработицы и даже самоубийства. Вирджиния Сатир, знаменитый семейный психотерапевт, один из пионеров теории самоуважения, работала в правительственных программах, целью которых было его повышение у групп риска, таких как дети, подростки, безработные и так далее, а также у тех, кто постоянно с этими группами работает, преподаватели, наркологи, социальные работники. Когда у нее спрашивали, как ей удается достичь перемен, она отвечала просто «Я готова к переменам», то есть она верила в своих подопечных. Доказывая, что самоуважение — вещь совершенно естественная, дается нам от рождения и не должно нас покидать никогда, она задавала простой вопрос «Важен ли новорожденный как человек? Ценен ли он?» Большинство на такой вопрос ответят «Конечно, это же очевидно». А ведь младенец еще ничего не сделал, ничего не доказал миру. Сам факт его существования, то, что он живет и будет жить, одно это уже важно и имеет ценность. Он родился, и мы его любим. И надо показывать ему эту любовь, верить в него, чтобы заложить основы самоуважения. Самоуважение в определенном смысле — наш врожденный дар. И для того, чтобы обрести его, никаких особенных усилий делать не надо, как не надо ничего делать, чтобы родиться. Мы живем, и уже только поэтому имеем значение и достойны счастья. Конечно, это не освобождает нас от необходимости развивать наши способности и брать на себя ответственность, что как раз укрепляет нашу уверенность в себе. Нужно относиться внимательно к собственным эмоциям и нуждам, делать это ежедневно и дать себе время для формирования самооценки. Чтение книг, посвященных развитию, и понимание того, что они рекомендуют, сами по себе не приведут нас к изменениям. Результат появится только после формирования определенного опыта в результате достаточно длительной практики. Изменения должны стать глубокими, и я предлагаю вам открыть для себя именно это. Моя книга основана в основном на опыте и практике. Часть первая. Основа веры в свои силы. Самооценка и самопринятие. Глава первая. Самооценка. На чем основывается уверенность в себе. Что такое самооценка? Самооценка – это прежде всего безусловное принятие того, что вы человек, и уже только поэтому цены, важны и имеете право на полноценную жизнь. Это глобальная оценка, которую мы даем сами себе в самых разных областях нашей жизни. Это вовсе не означает претенциозность или самодовольство. Наоборот, тот, кто себя правильно оценивает, осознает свои слабости и свои преимущества. Он принимает себя таким, какой он есть, и при этом уважает других. Он способен смотреть на свои ошибки, как на возможность учиться и становиться лучше. Он не боится брать на себя ответственность. Он ставит перед собой цели в соответствии со своими ценностями, делает все необходимое для того, чтобы удовлетворить свои нужды и жить полной жизнью. С самого нашего появления на свет в детстве именно мнение родителей имеет для нас решающее значение. А в подростковом возрасте значение и огромное приобретает мнение окружающих, особенно друзей и приятелей. Одобрение, похвала, демонстрация уверенности в успехе помогают этот успех приблизить и повысить самоуважение, которое формируется в раннем детстве. Взросление не прекращает этот процесс. Мы продолжаем оценивать себя всю жизнь. А помогая детям повышать самооценку, устанавливая с ними хорошие отношения, родители и преподаватели укрепляют свою собственную. И это не пустяк. Некоторые взрослые опасаются, что слишком высокая самооценка у ребенка или подростка приведут к зазнайству и самодовольству. Но это вовсе не так. Как нельзя быть слишком здоровым, так и нельзя слишком уважать самого себя. Моя декларация самоуважения Вирджиния Сатир написала это письмо юной девушке 15 лет, которая задала ей вопрос, как мне сделать мою жизнь богатой впечатлениями, такой, чтобы она приносила мне удовлетворение. Я — это я. В целом мире нет никого, кто был бы таким же, как я. В мире существуют люди, которые похожи на меня в некоторых своих качествах, но никто не повторяет меня точь-в-точь. И поэтому все, что я делаю или говорю, мое принадлежит мне, и это всегда только мой выбор. Мне принадлежит все, что составляет меня, мое тело и все, что оно делает, мой разум со всеми его идеями и мыслями, мои глаза и те образы, что они видят, мои чувства, какими бы они ни были, гнев, радость, разочарование, любовь, волнение, возмущение, мой рот и все слова, что из него выходят, вежливые, нежные или резкие, правильные и неправильные, мой голос, тихий или громкий, и все мои действия, направленные на меня саму или на окружающих. Мне принадлежат все мои представления, мои мечты, мои надежды, мои страхи. Мне принадлежат мои успехи и мои достижения. Мои провалы и мои ошибки. Я принадлежу полностью сама себе и поэтому имею право узнать себя получше. Поэтому я могу любить себя и дружить со всеми аспектами моего «я». Я могу сделать так, чтобы моя личность служила моим интересам. Я знаю, что у меня есть некоторые черты, которые меня смущают, а также такие, о которых я пока ничего не знаю. однако от того, насколько я уважаю себя и как давно я это делаю, зависит степень моей готовности продолжать искать все недостающие части моей головоломки и надеяться, что они помогут мне лучше узнать саму себя. Каким бы ни были моя внешность и мой голос, чтобы я не говорила и не делала, чтобы я не думала и чувствовала в тот или иной момент моей жизни, я всегда остаюсь собой. Это мое «я», и оно отражает именно мои действия и переживания в конкретный момент моей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok